Богородице, дева, радуйся, благодатная Бариня, Господь, слава. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вот прошла еще одна неделя, наступил воскресный день, и мы, как всегда, с большой радостью спешим в Святой Храм, и, как всегда, с большим вниманием слушаем евангельское чтение, которое для нас назидательно и полезно. Во время оно, ходя Иисус при море Галилейсте, видя два брата Симона, глаголемого Петра, и Андрея, брата Его, в метающем мрежи в море, без таборибаря, и глагола има, грядите по мне, и сотворю вы ловца человеком. О, на жеабе оставшем мрежи, по нем и доста. И пришед оттуда, видя и на два брата, и Якова Завидеева, и Анна, брата Его, в корабли с Завидеем отцем Ею, завязующем мрежи своя, и воззвая, о на жеабе оставшем корабле отца своего, по нем и доста. И проповедовавши всю Галилею Иисус, уча на сонмищах их, и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язю в людях. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим о том, как Господь призывает апостолов на служение Богу. И хотелось бы обратить на то внимание, как они на это отвечали. Петр и Андрей были заняты своим делом, которое приносило им какую-то пищу, они жили из-за этого, трудились. Это были какие-то материальные блага, которые им позволяли жить, питаться, одеваться. И вдруг Господь говорит, оставьте это все и идите за мной. И как мы видим, все было оставлено, и они ушли. Далее два брата с отцом, ремонтировались эти тоже, ловили рыбу, готовились дальше. Но когда Господь сказал, Яков и Иоанн оставили отца, и все, что там было, и пошли за Господом. О чем нам это говорит? Что, если ты хочешь идти за Господом? Если ты хочешь быть с Ним, иди за Ним. Оставь все ненужное, непотребное или даже потребное, но главное – это Господь. Для нас, живущих сейчас на земле и ранее, ведь не всем Господь сказал, оставь все и иди. Господь, Он промыслитель. Он видел и знал, кто может это сделать, кто нет. Всем это и не надо делать, потому что не под силу многим оставить все. Не под силу многим было нести такое апостольское служение, которое несли апостолы. Но каждый должен делать подобное в меру своих возможностей. И каждый из нас должен по первую очередь посмотреть на себя. Когда Господь сказал, иди за мной, что я для этого сделал. Конечно, у вас вопрос возникает, что я могу сделать, что в моих силах. А надо начинать с самого простого. Господь зовет, любим мы какой-то грех. Вот удобно нам с ним жить, и кажется комфортно, так хорошо. Но мы понимаем, что это грех. Надо его оставить. Вот в воскресенье звонит колокол. Зовет Господь в храм человека. А я люблю отдохнуть от трудов бденных. Вот мне так хорошо в этот день воскресный понежиться в кровати до часов 10-11. Потом встать, выпить чашечку кофе, уделить себе внимание. Но потом я зайду, там свечку поставлю, Господи, прости меня. Так вот надо понимать, что надо делать совсем наоборот. Не снежиться, а встать. Побороть себя. Идти в храм помолиться. А когда помолился, приди домой. Если ты еще не отдохнул, отдохни. Если ты не накушался, покушай после службы. Как раз здорово, умой. Оставь этот грех. Пришел вечер. Так хочется спать. И вот как хорошо упал из-за сна. Но нет. Каждый из нас знает, что Господь зовет нас на молитву. Господь желает для нас. Это Богу не надо. Это нам надо. Чтобы мы воздали хвалу Богу и поблагодарили за тот день, который прошел. За то, что мы живы-здоровы. За то, что мы что-то делали. Чем-то питались. Помолись. Поблагодари. Вот это ты уже идешь за Господа. Далее. Подражать Господу нужно. Он не зря пришел. В этот наш земной мир. Он показал, как нам жить. И, конечно, возникает вопрос. Если я пошел за Господом, В чем я должен Ему подражать? Отцы Церкви учат. В простоте. В нестяжательстве. В воздержании. В кротости. В смирении. В послушании. В святости. В любви. Незлобе. В милосердии. Терпение за правду. И долготерпение. Какие слова. Красивые. Правильные. А много ли из них? По них мы живем. А многие, хотя бы один или два мы из них исполнили? Вот если исполнили, значит, мы идем за Господом. Если нет, значит, нет. И посмотрите, опять в простоте. Всегда ли мы это исполняем? У нас наоборот уже, ой, простачок, стало слово, да, какое-то не очень хорошее. Нестяжательность. Представьте, как того человека называют, обзывают, который не рвет, не мечет, не грабит, не берет чужое, не живет в достатке, а живет в скромном. В воздержании, о Боже, о Боже, в чем мы можем воздержаться? Мы, наоборот, в насыщении хвалимся. Мы, наоборот, стремимся к этому. Это похвально, это здорово получается. Кротость. Кто последний раз вокруг себя видел кроткого человека? Очень редко. Очень редко. А когда я последний раз укоротил свою какую-то амбицию, свою страсть, свое еще что-то. Смирение. Да нет, сейчас не модно быть смиренным. Сейчас Бог говорит, я это достоин, как нам по этому телевизору несут, Бог знает, что в головы наши убивают. Чего это ты достоин? Это Бог определит, чего я достоин. Господи, помоги, смирение необходимо. Послушание. Сколько раз отец и мать просили тебя что-то сделать. Отец и мать, не говоря о других людях. Ты всегда это исполнил. Святость. Молчу. Уже кажется, что это невозможно. Возможно. Среди нас есть много людей, которые живут святой жизнью. Просто мы погрязни в греховной жизни и не видим их. Мы очень далеки, не только на расстоянии материальном, но и на духовном тем более. В любви. В незлобе. В милосердии. В терпении. В борьбе за правду. Боже. Так где же мы идем за Господом? Мы только называем себя православными христианами. А что мы делаем? Какие предпринимаем меры, шаги? Задумаемся, братья. Далее. Решительность. Обратите внимание. Только было сказано. Идите за мной. И пошли. Оставили все и пошли. Когда к тебе приходит мысль, жизнь по Божию, нельзя ее откладывать на потом. Потому что ты никогда этого не исполнился. Сколько из нас, людей, себя считающих достойными, православными, христианами, может быть и так, пускай люди судят. Но сколько раз мы хотели сделать какое-то дело, помочь доброе, помочь человеку. Мы видим плохо, горе, сирота и все. Кажется, вот все, нужно помочь. И если я сейчас это сделал, вот в этот момент, будешь рад всю жизнь. Но если я сказал, нет, завтра, я еще все обдумаю, подумай, сколько дашь, что дать. 99, ну 90% точно мы не сделаем этого доброго дела. Все доброе надо делать сразу. Потому что бес, я калев, рыкающий, ходит и ищет кого поглотить. И как ты только стал сомневаться, у тебя мысли уходят. А может у него родственник есть, может ему кто-то другой поможет без меня. А мне это и так пригодится. Может я это кому-то другому дал. Такие мысли приходят. Лже добрые. И что дальше? Нет пользы от того, там больше у тебя меньше. А добра-то ты не сделал. А то, что ты сделал ближнему, то ты сделал мне, говорит Господь. И что? Поэтому, когда пришла благая мысль, когда зовет, значит, тебя Господь зовет к себе. Делай это. Иди за ним. Дай ближнему. Дай страждущими. Замолви слово. Потрать какое-то время. День надо. День. За какую-то вдовицу обиженную, которую все посылают, Бог знает куда. Ничего элементарного не может сделать. Помоги ей оформить документы. Помоги ей сделать какие-то элементарные средства найти для содержания этих детей. И чтобы их питались. Ты помоги. Потому что не сделаешь ты. Сделай другой. Сделай. Посмотрите через месяц на нее. Но ты уже потерял это доброе дело. Ты уже не пошел за Господом. И обратите внимание, мы думаем больше о себе, о себе. И вот я хотел обратить внимание, Господь пришел в мир ради иных людей. Апостолы проповедовали Евангелие, оставили все не ради того, чтобы стать богаче, знатнее, а ради того, чтобы другие люди узнали о Господе. Чтобы другие люди поверили и пошли за Христом. Вот что спасительное. Вот это значит идти за Господом. Отцы церкви учат. Когда у нас нет и сердца идти за Господом, когда мы этого не делаем, мы все дремлем и спим. А суетившись в греховной жизни, мы сложили руки, положили оружие, думая, что спасение придет само к нам. Забыл учение спасителя своего о хождении тесным путем, о скорбях и терпении, непрестанной молитве, всегдашнем покаянии, притчо-талантах, о делателях ведрограднике Господнем. Проснемся, братья. Будем подражать апостолам, мученикам, преподобным и всем святым. И научимся у самого Спасителя Господа нашего, давшему нам образ последовать стопам Его и жаждущему нашему исправления, просвещения, освящения, обновления и спасения. Дай, Боже, чтобы каждый из нас это осознал, и главное, не чтобы только понял, но и сделал. Пошел за Господом, делал добро, любил Бога и ближнего. Аминь. Бог на помощь, Ангелы Хвилиси. 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 Бог на помощь, Ангелы Хвилиси.